здравствуйте дорогие друзья всех приветствую доброй ночи кто смотрит обзор ночью потому что записываю ночью ну а тот кто смотрит с утра или днем тому бодрого времени так сейчас смартфоны заряжены по разному поэтому я вам приближу сразу покажу потому что до этого я снимал бенч так 93 процента заряжен asus zenfone 2 на 16 гигабайт он разница по крышечке крышечка матовая так здесь стираем все это заряжена 90 процентов это у нас asus zenfone 2 на 32 гигабайта 4 гигабайта оперативки так переворачиваем сейчас я их поставлю оба в энергосберегающий режим в энергосберегающем режиме единственно что боюсь чтобы ярко сильно не упала экрана потому что сейчас очень мощный свет над столом во много тысяч ватт так батареи ну что темно темновато да темновато блин сейчас посмотрим ладно батарея батареи до темновато ну короче не буду я ставить энергосберегающий режим отключаем этот режим чертовой бабушки ставим производительный режим и посмотрим как на производительном режиме идут игрушки на asus zenfone 2 16 гигабайтная версия и 32 гигабайтная версия 4 гигабайта оперативки 2 гигабайта оперативки здесь 364 микро из дюльки здесь 32 гигабайта микро из дюлька заряжен 90 процентов 93 сейчас мы специально специально сделаем фотографию фотографию делать классно удобно и приятно на осушах насколько они заряжены так и запускаем по тесте мы всего три игрушки потому что не наша цель сейчас не показать как идут игрушки на осушах а показать как то из них нагревается сильней то сильнее расходует заряд батареи для того чтобы вы могли мои дорогие зрители могли вынести простую урок из этого видео какой из них лучше брать для игр потому что игроманов в первую очередь интересует как идут игрульки на смартфонах поскольку я сам игроман и фотоман меня это самого очень интересует насколько то бишь долго не только как как идут игрушки насколько долго еще сможет смартфон работать одного заряда батарейки в игрульках потому что я понял по asus amson phone 2 что для меня душевное спокойствие душевное равновесие важней потому что также меня нереально nexus 5 раздражал который батарейку выжирал на раз два три также еще какая-то было херня не помню которую батарейку жрала просто пипец как барсик рыбку а сейчас буду с двух рук играть та еще задача тем более тактильные ощущения разные на левом телефоне пленочка наклеена на правом телефоне пленочка не наклеена еще и пленочка шуршавая матая матовая на левом образце запускаем да ну не надо не надо петя не шалей давай давай проснись мохнатик по поводу кстати материалов которые использованы в asus Zenfone 2 не могу отметить что материалы использованы хорошие потому что asus Zenfone 2 легко бьется легко царапается блин в общем трындец на холодец по тактильным ощущениям пластик в принципе который использован вас у Zenfone 2 как в одной версии так и в другой весьма приятен слушайте ну здесь нормально поиграть походу не получится в эту игру ну и она небо за звездочкой давайте еще по одному разу сыграю все понимаете просто с двух рук играть это какой-то анархизм так давай давай пертружка давайте поставим уровень посложнее классная игрушка реанимированы старенький sky force который уже не знаю какой раз реанимировали подряд 1 на 10 но вот на андроиде да и на андроиде уже честно я сам не могу сказать точно сколько раз его реанимировали вот эта реанимация 2014 года все на версии 16 гигабайт уже от петруш или меня на эта версия могу долго играть поэтому я сам запарюсь сейчас враг не пройдет классная игрушка несмотря на кажущуюся свою простоту играть в нее очень интересно играют в нее как раз картуру хардкорные геймеры которые там в запой играли все время warcraft 2 starcraft 2 и т.д. и т.п. так сейчас покажу еще одну игрушку tower defense тоже одна из моих любимых игрушек больше года я же ему соли мусоли 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 не перемусолю на каких я смартфонах только в эту игрушку не не тестировал на lg g3 galaxy s 5 потом на осенних смартфонах sony z3 iphone 6 но 4 honor 6 вот эту evil defenders и вот на весенних и на летних на весенних на galaxy 6 galaxy s 6 age на asus in phone 2 на двух модификационным версии то бишь на 16 и вот сейчас как раз блин про них говорю как раз на них же тесты идет сейчас и также на летнем уже lg g4 в общем эта игрушка конечно мне очень нравится классная прекрасная и star defense of самая такая нормальная можно сказать но на тему фэнтези потому что tower defense of куча так повышаем скорость очень прикольная игрушка сейчас давайте я поиграю немножко вам поднесу покажу советую всем поиграть она блин бесплатная так что вообще играю не хочу там по моему вообще не знаю за донат там можно что-то делать ну смысла конечно никакого не играйте типа за зло по идее ну короче тут типа на зло напали крестьяне подупившие так что типа вы мол и не злой хотя за зло играете а такой же нормальный кощей немножко удалю в общем идут игрушки nasa zenfone 2 шикарно но это сейчас я жгу это сейчас не про то как они идут а на то на как на каком смартфоне игрушки будут идти дольше так пока показал нечаянно уже уровень прошу я общем не знаю по своей наивности предполагаю что он на нижнем смартфоне игрушки будут идти лучше и дольше потому что разрешение экрана у него меньше hd они full hd процессор у него меньше опять же затраты меньше на процессор и на разрешение экрана а батарейки совершенно одинаково на 3000 миллиампер и там и там да ну забодали с рекламой вот я жгу какой рассмотрю какой раз удивляюсь бы зачем вот конечно понимаете вот так буквально наклоняете немножко ни хрена уже не видно а на солнце вы сами понимаете какой тихий ужас asus zenfone 2 неплохо неплохо лучше чем многие смартфоны четырнадцатого года себя ведут под солнечным светом но блин ребята к сожалению конечно до lg4 далеко а тем более для galaxy 6 или galaxy 6 h в которых есть нереальная максимальная яркость которая включается тогда когда отключен система энергосбережения потому что иначе вы не сможете заценить яркость в galaxy 6 или 6 h дополнительную автоматическую наподобие система была в lenovo z2 pro кстати вот у меня недавно человек спрашивал по поводу он говорит я музыкант и меня интересует вот на канале можете почитать переписку стоит ли покупать lenovo z2 pro именно для прослушивания музыкальных композиций или стоит все таки купить meizu mx4 pro если конкретно для музыки конкретно для музыки то лучше взять meizu mx4 pro но meizu mx4 pro куча минусов потому что если вы будете пользоваться им летом то экран под солнечными лучами meizu mx4 meizu mx4 pro в meizu mx2 meizu mx3 стоит одна и та же говеная матрица которая называется sharp new mod 2 которую вообще никак не модифицируют не улучшают ничего ничего не делают фирма meizu ничего не делает совершенно не двигается это направление дань шикарные углы обзора шикарные экраны но в помещению у линейки meizu mx2 meizu mx3 meizu mx4 mx4 pro ну а на улице они слепут как котята блин это конечно раздражает нереально меня в meizu линейки тем более они нереально сильно греются так а теперь ребята то для чего это все и начиналось асфальт 8 все вы его знаете все вы его не любите как собственно говоря я потому что он должен нас то хорошо до чертиков и думаю вам не меньше нас то хорошо но просто в гонках в аркадных но нечего тестить не на чем тестить я не знаю можно конечно поиграть бич баги racing 2 тоже классная игрулька вот кстати надо будет включить в следующие тесты по играм потому что асфальт уже конечно нас то хорошо дадите вы слушайте ну вообще засада короче требует какое-то вонючее обновление сейчас посмотрим что с обновлением что никак без обновления нельзя нет но вылетает асфальт короче блин ладно сейчас сделаем так посмотрим может какие-то еще у нас игры есть аналогичные не хочешь так будем вот так до игры по ходу аналогичных а нет есть дает эффект зашибись вот так вышли мы из положения в асфальт 8 мы с вами играть сегодня не будем и слава богу я жгу потому что мне он надоел уже так что от него уж ноги тишутся когда люди начинают моем присутствии говорить про асфальт 8 или дает риггер 2 вот примеру тут же самое дает эффект еще не замылен так сильно выбираем женское персонажи и продолжаем не знаю какой уровень запустится в принципе это до лампочки так вот вообще петрушка здесь ориента да что вам надо не буду story continue story continue какого-то лешего здесь ориентация экрана вы чего ну все молодцы старт мишин так ну все запустилась на старшей модели на страшной модели как у меня друг есть страшный прапорщик так взяли мы ган побольше через камеру вообще играть жесть конечно игрушка можно сказать такой а-ля типа quake типа doom ну игрушка очень классная все вот если будете играть в нее в наушниках если наушники более-менее еще нормальные но опять же нужно играть на смартфоне каком-нибудь хороший который звук хорошо потому что потому что потому что asus zenfone 2 не выдает хороший звук наушниках я не буду сказки рассказывать я думал бородавка это сдохла блин слышь гориллы вообще понапали тут алкашня вонючая сейчас мы вам устроим тут трезвые дворы вот самое хорошее оружие здесь ребята оружием массового поражения где вот потому что в этом оружии не заканчиваются патроны но правда уходит время на перезарядку поэтому нужно научиться двигаться спиной back to future в общем посмотрим что здесь так стоять боятся все взломали шкафчик игрушка очень классно можно сказать что напоминает она также игрушку дает space причем не то убожество которое выходило на android и us устройство полноценную игрушку которая выходила на приставки пк-шки на там какой-то мутобор стоял вася мутобор получи валентинку о крыса бежит гляньте тут две крысы обалдеть родственнички тут набежали о глянь это гомосяка глянь тут вообще поперло поперло открыл ящик пандоры твою мазафаку блин да нихрена себе их там вообще будем последовательны да давай стреляй твою мать о все с последнего выстрела вынес мозги ой там говнюк лазит что ли извини про тебя забыли в общем классная игрушка хорошо теперь она постоит немножко на паузе поиграем ее нагнетающая музыка такая сейчас немножко я что-то двину называется игра дает эффект классно шотган относит вообще откидывает прям офигенно но не забывайте что шотгане быстро заканчиваются пульки если хотите ваши пульки сэкономить то пользуйтесь электрошокером музыка такая фоновая как терминатора напоминает вот так молодец в башню хотел попасть над попал мне с первого раза как раз то что нужно а давайте поменяем оружие у меня там револьвер кажется есть вот так с первого выстрела в башку можно сносить в общем ползут крысы со всех сторон в башку вообще высаживать данные револьвера если в башку не попадаете начинается проблематично да падла стреляй блин дебил усопши ну все короче от петрушили все ладно выхожу я короче поиграли мы 20 минут выходим смотрим что по нагреву что по расходу батарейки так по нагреву сразу пока они не остыли версия с hd экранчиком практически не нагрелась вообще шикарный результат шикарный результат версия где 2 гигабайта оперативки 16 гигабайт постоянной памяти вообще не нагрелась и еле тепленькая версия с 4 гигабайтами оперативки и 39 гигабайтами постоянной памяти шикарный результат тоже так теперь посмотрим сейчас секундочку смотрим открыл я скрешноты где показывалось на сколько были заряжены это был заряжен на 90 процентов этот в 93 теперь смотрим результат этот сел на 6 процентов за 20 минут игр этот же сел на 8 процентов вот он сейчас показывает 82 был 90 но вам наверное видно на белом свете блин ну вот короче 82 процента показывает этот сел в общем на 8 процентов этот сел на 6 процентов в общем этот смартфон немножко греется сильнее и садится немножко быстрее то бишь для гейминга он подходит но если вы там такой закоренелый геймер мобильный то конечно же вам предпочтитель брать эту версию потому что здесь процессор идет не в пользу а только в минус тянет его ко дну можно сказать потому что идет небольшой перегрев и сильнее расходует батарейку то бишь процентов на 20 этот прослужит дольше смартфон вот такой простой лаконичный вот все дорогие друзья в тесте на нагрев и на расход батарейки побеждает asus zen phone 2 версия с двумя гигабайтами оперативки все до новых встреч пока пока всем всего хорошего